Институт третьего возраста в десятый раз распахнул свои двери для самых активных и любознательных представителей элегантного возраста. Торжественное открытие нового учебного года началось с линейки. Институт третьего возраста отличается от традиционного тем, что в нем учатся студенты только с пенсионным удостоверением, а потому предметы изучения и активные занятия подобраны специально для них. Тот возраст, когда люди выходят на пенсию, это не означает тот возраст, когда они вообще ничем не занимаются, лежат на печке. Наверное, в это время, к этому времени у людей остались какие-то нереализованные мечты, какие-то желания. То, что нельзя было сделать в время работы. Тут каждодневного труда в рабочее время, а сейчас появилось свободное время, и с удовольствием приходят, изучают компьютер, интернет, языки. И, конечно, наверное, самое важное – это общение. Потому что, наверное, страшнее одиночества ничего нету в этой жизни. А люди здесь находят друзей, подруг, они живут, живут этим. 2019 год – юбилейный для Бреста и весь сентябрь пестрил праздниками и торжественными мероприятиями. А потому, несмотря на то, что учеба в институте началась еще в сентябре, торжественную линейку специально перенесли. Ряды служителей постоянно увеличиваются. Также есть и те, кто из года в год пополняет свой багаж знаний, изучая новые предметы и направления. Уже десятый раз я посещаю вот это мероприятие. Вы знаете, я очень благодарна, что есть этот институт третьего возраста. У меня погиб муж 9 лет назад. И если бы не было этого института, мне было бы очень сложно. Но мне вот этот институт помог. С утра до вечера мы занимались и йогой, и рисовали, и на русский язык ходили. Мы, в общем, все это, и такие преподаватели, вот всегда нас здесь ждут. Знаешь, что каждый ждет тебя. Приходишь, преподаватели всегда с улыбкой, всегда как дом родной. В институте третьего возраста каждый студент может найти себе дело по душе и научиться чему-то новому. Список предметов изучения и занятий широк и разнообразен. Основы компьютерной и финансовой грамотности, филологические предметы, спортивные и творческие направления, а также многое другое. Наш институт сегодня это перманентная площадка, которая постоянно развивается. И если раньше мы были сконцентрированы на том, чтобы проводить как можно больше разноплановых занятий, организовывать различные клубы по интересам, то сегодня в первую очередь мы ставим вопрос о повышении качества тех услуг, которые могут получить у нас пожилые граждане. Сегодня изучение иностранных языков проходит на нескольких уровнях. Мы расширяем количество иностранных языков. Если мы начинали только с польского и немецкого, то сегодня это и английский, и французский, и русский, и белорусский в том числе. Главная идея института третьего возраста заключается в том, чтобы обучение и пенсионный возраст стали успешно совместимыми понятиями. Помогали леди и джентльменам, которым чуть за, не будем говорить о возрасте, оставаться активными и полноценными людьми и адаптироваться к современным реалиям. Десятилетний юбилей показал, что задуманное успешно воплощено в жизнь. Продолжение следует...